отец кирилл спасибо что вы с нами в первую очередь христос воскресен на истинном воскресе гамаджоба спасибо спасибо большое что уделили время и давайте в первую очередь начнем от того самого так сказать вопроса который нас всех очень сильно беспокоит это ну мы живем уже второй год в пандемии и она нас в принципе можно сказать зажала со всех сторон уже в принципе можно сказать второй год пасху не встречаем так как как привычно для нас что можете сказать по этому поводу но я бы наверное начал с положительного с положительной стороны этой пандемии вы сказали про пасху как мы ее встречаем и действительно многие привычные вещи стали невозможно невозможно сейчас но с другой стороны, они нас заставляют обращаться к тем практикам и к тому пониманию, в том числе церковной жизни, которая существовала раньше, в первые века христианства, которые были основательно забыты. Ну вот, например, в первые века христиане не собирались в храмах, вот в церквах, как мы привыкли к таким церквам, они собирались дома. И мы сейчас фактически вернулись к этой практике встречи праздников, молитвы и даже причастия, некоторые причащаются именно дома. И многие, действительно, я сам первую пасху, ковидную пасху провел дома, не ездил в храм, хотя мог бы, но из солидарности, так сказать, с остальными верующими этого не делал. И сейчас в этом году тоже многие праздновали пасху дома, и это, в общем-то, для многих это, наверное, трагедия, но на самом деле, если мы посмотрим на церковную историю, так именно первые христиане и встречали пасху. Так что в этом есть какая-то логика. Или возьмем, например, практику причащения. Мы привыкли к тому, что у нас в храмах причащают из чаши ложечкой лжицы и берут дары и вкладывают в уста причащающихся. И сейчас это не гигиенично, сейчас это, в общем-то, опасная практика, и поэтому многие приходы, многие священники вынуждены переходить на другую практику, например, вплоть до того, чтобы брать частицы Евхаристии тела и крови Христовых и руками и вкладывать каждому в рот. И это тоже древняя практика, которая существовала в наших церквах до XI века приблизительно. Но только сейчас мы начали понимать, что это тоже часть нашего прошлого. И так мы открываем и многие практики прошлого, и многие смыслы, которые оказались утеряны из-за того, что мы слишком машинально автоматически их применяем. Так что пандемия стала эпохой переосмысления каких-то традиций, обретения заново каких-то традиций. В этом, безусловно, очень положительный момент. Но есть и отрицательный момент, конечно, который мы все знаем. Это смерть, которая среди нас, которая забирает каждый день людей, близких нам. Вот буквально сегодня я получил новость, что человек, которого я знал в Греции, скончался. Он был верующий, верующий, практикующий человек. Еще до этого один очень высокодуховный монах, которого я знал в Греции, тоже умер от ковида. И ковид, таким образом, стал испытанием для нашей веры и для нашей духовности. Во многих кругах, особенно монашеских кругах, таких консервативных кругах, принято считать, что ковид — это несерьезно. Это испытание от Бога. Если мы имеем веру, то нам все равно, мы не заболеем. И парадокс оказывается в том, что именно в этих кругах больше всего очагов ковида, очагов заражения получается. Практически, например, если брать Россию, многие монастыри Украины, они стали почти полностью очагами заражения на очень ранних стадиях. И вот эта идея, так сказать, фидеизма, что если я верю, то меня это все не коснется, она с ковидом не работает, потому что ковид забирает и праведных, и грешных, и святых, и грешников. Он не разбирает. И это тот исторический урок, вот эмпирический урок, который мы постигаем в эту эпоху. Этот урок заставляет нас что? К какому выводу прийти? Что мы должны не просто верить, молиться, но мы должны действительно реально заботиться о наших ближних физически. Потому что если мы, например, соблюдаем дистанцию, если мы носим маску, если мы соблюдаем нормы гигиены, и при этом мы очень глубоко верующие люди, то мы тем самым проявляем нашу веру, мы заботимся о нашем ближнем. А когда мы говорим, я верю, и мне все равно, что там происходит, я не буду носить маску, я буду ходить, причащать людей так, как вот привыкли ходить, причащать людей, это не вера. Это пренебрежение жизнью человека, это, ну, если хотите, это убийство. Просто человек согласен на то, что из-за его бездумных действий во имя веры другой человек может умереть. Вот это то, чему нас тоже учит эта пандемия трезвости, разумности нашей веры, что вера не противоречит нормам гигиены, наоборот, она дополняет нормам гигиены, и нужно в эпоху ковида для верующего человека, и молиться, вот, и насколько это возможно, участвовать в жизни церкви в соблюдении всех гигиенических норм и соблюдать вот эти гигиенические нормы. Верующие вообще должны быть первыми в соблюдении гигиенических норм, потому что у них должна быть наиболее высокая ответственность за жизнь другого человека и здоровье другого человека. Должно быть. Должно быть, но так не есть. Но с другой стороны поднимается вопрос, опять же, по отношению к пандемии и с вакцинацией. Тут тоже очень много вопросов, тут тоже очень много скептизма со стороны верующих кругов. И как с этим быть? Мы увидим, что процесс пандемии не стихнет, она не отходит от нас и тому подобное. И, в принципе, можно сказать, что одним из самых, так сказать, эффективных средств борьбы с пандемией. Вот как раз-то и вакцинация. Это единственное средство. Другое средство, другой способ, это когда все заразятся, 70%, мы достигнем вот этого стадного иммунитета, и тогда перестанет прекратиться пандемия. Но чтобы 70% заразятся, значит, что несколько процентов умрет из этих людей. И речь идет о миллионах. И, в принципе, это тоже не стопроцентная гарантия, что второй раз невозможно заразиться. Конечно, конечно. Поэтому даже рекомендуют тем, кто переболел, все равно иммунизироваться. И отношения здесь то же самое. Смотрите, если мы верующие люди, христиане, если мы деятельно хотим показать любовь к ближнему, вот, не на словах, а на деле, мы должны вакцинироваться. Потому что это и есть проявление нашей любви к ближнему. Если мы хотим сохранить его жизнь, здоровье человека, который рядом с нами, мы должны в первую очередь бежать вакцинироваться, не избегать этого. Потому что, избегая вакцинирования, мы подвергаем опасности свою собственную жизнь, что является грехом самоубийства, по сути. И жизнь другого человека, что является грехом убийства. То есть все самые страшные грехи, вот, они собраны в одном таком пакете, когда мы игнорируем и нормы гигиены, и когда мы отказываемся вакцинироваться. А эти страхи, они обусловлены вот этими теориями заговора, которых действительно очень много в церкви, не только в церкви. И в миру это все, конечно, от того, что люди имеют совершенно мифическое представление об окружающем мире. Они по-прежнему живут внутри мифа. Я буквально перед приездом в Грузию читал прекрасный опус, философский опус Мамардашвили об лекции по античной философии, где он шикарно описывает феномен мифа. И мне кажется, что он взял, может быть, что-то из народной даже жизни, вот, в своем понимании мифа. Действительно, мы по-прежнему, многие в церкви живут внутри мифа. И, в принципе, в мирное время эти мифы, они безобидны бывают. То есть человек как-то там живет в своем собственном мире, имеет какие-то фантастические представления об этом мире. И вроде бы ничего, другим не мешает. А в эпоху пандемии это становится опасностью, смертельной опасностью для ближних. Вот эти мифы, вот эти теории заговора. Поэтому здесь вера и мифология, нужно сказать точно, четко, это противоположные вещи. Вера — это одно. Мифология, магия — это другое. Они друг с другом несовместимы. Вот в эпоху пандемии мы как раз увидели, что вера и магия, вот магическое отношение, например, к, не знаю, там, некоторые там ходили, ходили и крапили святой водой, чтобы избавиться от вируса. Это помогает, это хорошо освещает пространство. Но вирус это не убивает. Да, понятно. Вот. Евхаристия тоже не является антисептиком. Вот как многие представляют, магия здесь не работает, магии нет. Вера — это другое. И вот пандемия нас учит этому. И как раз вакцинация — это проявление здоровой, глубокой христианской веры. Ну, в принципе, если посмотреть на церковь, ну, по крайней мере, на современную церковь, вот современную постсоветскую, можно так сказать, там и без пандемии очень много мифов. Конечно, конечно. Но я вот говорю, что без пандемии они, в общем-то, безобидны. А в эпоху пандемии они становятся опасными. Ну, насколько я вот как раз хотел спросить, насколько они безобидны без пандемии? То есть вот эти мифы, которые мы, как бы, так сказать, все... Ну, по большому счету, я думаю, что они, конечно, они опасны для, прежде всего, для духов. В принципе, можно сказать, что они выдавливают веру. Совершенно верно. Они несовместимы. Вера и суеверие, вера и мифология, они несовместимы. Это разные две, разные модальности религиозности, если мы можем так сказать. Вот. И я как раз грузинских слушателей, читателей, отсылаю к вам, Ардашвили, к вашему великому философу, который это прекрасно описывает. Вот. Вот. И, конечно, это опасно и в мирное время в том смысле, что это не дает человеку мифология, не дает человеку развиваться духовно. Она человека переводит, человеку навязывают страхи, человек начинает бояться. Страх становится его главным таким модусом существования. Человек перестает любить, начинает подозрительно ко всем относиться, ненавидеть, может быть. У человека, человек начинает мыслить в координатах свой-чужой. Вот. Мой круг, церковный круг, мой приход — это мы, это я, это мы, все остальные — это они. Они чужие. Мы их не принимаем. И человек просто замыкается вот в этой мыльном пузыре, так сказать, своей группы, своего маленького мифа. И, конечно, внутри этого человека, ну, там начинаются разлады, там начинаются какие-то психозы, истерики. У человека даже психическое состояние нарушается. Вот. Вот. И поэтому такая мифическая, магическая религиозность, она опасна. И церковь всегда выступала против такой религиозности. Если мы посмотрим с первого-второго века, когда отцы церкви, ранние отцы церкви, Ирине Илеонской особенно, боролись с вот таким гностическим, понимаем, на нашем языке такое мистическое или мифологическое понимание религиозности и мира. Вот. Все то, чем живут вот эти маленькие фундаменталистские группы внутри церкви, этим всем это все существовало и в прошлом. И с этим всем церковь когда-то очень успешно боролась. Конечно. Вот вы упомянули урок, который был, как бы, так сказать, изъят, как бы, из пандемии. Но, в принципе, давайте сейчас перейдем уже к современной церкви. И современная церковь, как бы, вот в современном обществе, в современном государстве, то есть в том, что сейчас называется демократическое государство. И, в принципе, тут мы имеем, как бы, так сказать, с одной стороны такой опыт, так сказать, католической церкви, Ватиканский второй собор. И, с другой стороны, есть определенные, как бы, так сказать, попытки и в православной церкви, да, ответить на вопросы, какова роль и место православной церкви в современном обществе, в современном мире. И что об этом можно сказать? Вот каков был изъят урок от современности в православии? Да. Ну, ответом на этот вопрос, может быть, продолжение того, о чем мы только что говорили, существование церковных умов некоторых в своих мыльных пузырях, в пузырях, так сказать, своей собственной мифологии. И, по большому счету, когда церковь не признает, например, и многим, мы знаем примеров везде много, церковь, например, не признает демократию, современное устройство общества. Она, по сути, я не говорю о церкви в целом, но я говорю об отдельных группах внутри церкви. В том числе это могут быть иерархии, могут быть епископы, могут быть даже патриархи. Я не говорю сейчас о грузинской церкви. Это в целом мы обобщаем. И непризнание, например, современного общественного устройства, это тоже уход от реальности, это тоже убегание от реальности, невозможность увидеть реальность, это обращенность взгляда куда-то в мифическое, так сказать, сознание. Это мифическое сознание, это прошлое такое, византийское, прошлое симфонии, когда была симфония между императором римским и константинопольским патриархом, либо между грузинскими царями и грузинскими патриархами. Это полное фактически слияние между церковью и государством. Вот я побывал сейчас в Святосхавелле, и Собор XII века, и увидел, насколько там плотно переплетаются государственные диалоги и церковное богословие. Фактически это такой образ икона, если хотите, симфонических отношений между церковью и государством. Так вот, этой симфонии уже сейчас быть не может. Это иллюзия, что мы можем ее воссоздать. И вот эти иллюзии, когда мы пытаемся из прошлого перетащить модели в настоящие, они могут быть очень опасными. В XX веке основные диктатуры православные в Европе, они были связаны с вот этими иллюзиями о симфонии. Возьмем Грецию, например, диктатура Митаксаса, диктатура черных полковников в XX веке. Они все зажглись на мифологии, что мы воссоздаем симфонию между церковью и государством. То же самое в Румынии при Антонеску во время Второй мировой войны. Это тоже была иллюзия воссоздания симфонии между церковью и государством. И она заканчивала всегда фиаско. Вот эта неспособность церковных определенных кругов признать реальность социально-политического устройства здесь и сейчас, вот чем мы живем, возьмем Грузию, Украину, где, конечно, еще молодые, но уже достаточно сильные демократии. Вот непризнание этой реальности может привести к очень опасным таким эксцессам и к противопоставлению церкви себя прежде всего обществу. Но для наших постсоветских церковно-государственных отношений характерна такая черта, что церкви пытаются наладить отношения с политическо-экономическими элитами, с олигархами. Вот, например, в Украине это очень распространенное явление. Есть олигарх и при нем, так сказать, своя чуть ли не юрисдикция. Я так понимаю, что в Грузии тоже есть олигархи, или один олигарх, у нас больше их. И тоже есть попытки, так сказать, фактически присвоить церковь. И церковь не всегда этому сопротивляется, не всегда ощущает, что она не должна быть связана только с одной политической партией или с одним олигархом. Церковь должна быть с народом, а в современном понимании народ это прежде всего общество. В греческом языке слово общество, одно из слов для обозначения общества в средневековье греческом. Это было Политея, Политея. Вот, у Аристотеля знаменитый трактат Политея. И один из наших великих святых, Григорий Палама, который жил в XIV веке, известен своей такой верностью православию. Он, интересно, я у него нашел несколько мест, когда он говорит о том, что мы должны быть в единстве с Политеей, с вот этим обществом, которое верует во Христа, которое создано Христом, по примеру самого Христа. То есть Григорий Палама уже в то время, в XIV веке, указывает на то, что церковь должна быть не только с государством, а это эпоха симфонических еще отношений с византийскими странами, церковь должна быть с обществом. И не просто с людьми, с верующими людьми, со всем обществом целиком. Пускай оно секулярное, пускай оно даже многие не верят в Бога в этом обществе. Но это очень важный фактор в жизни церкви, с которым церковь должна иметь дело. Церковь, вот общество, это как такая публичная площадь, публичное пространство. Церковь должна в него вступать и общаться с ним. Я хочу привести пример апостола Павла. Мы все знаем из Деяния апостолов, что апостол Павел поднялся в Афинах, когда был, поднялся на Ариапаг, и там проповедовал ариапагитам, участникам, членам вот этого суда афинского и интеллектуальной элиты афинской. Но кто был в Афинах, тот знает, чтобы подняться на Ариапаг, нужно пройти через Агару. Внизу это то, что называется Marketplace, это рыночная площадь, где все общество афинское встречалось и обменивалось мнениями, товарами, всем на свете, идеями друг с другом. И вот Павел, прежде чем подняться на Ариапаг, прошелся через вот эту Агару, и он там общался с людьми. Несмотря на то, что эти люди не принимали его взглядов, спорили с ним, он все равно был на этой площади. Вот сейчас церковь, это как апостол Павел, в современном мире, современный мир — это такая греческая гора, где люди не обязательно готовы принимать мое мнение, но они готовы со мной общаться, вступать в диалог. Это как раз характерная черта Афинской горы. И вот нам, церкви, нужно все равно вступать в общение и иметь, я бы сказал так, симфонические отношения именно с этим обществом. И как вы видите, она церковь, она ведет себя как апостол Павел? Не всегда. Церковь, она многообразная. Некоторые богословы, иерархи, безусловно, ведут себя как апостол Павел. То есть мне иногда кажется, что она, как бы так сказать, в определенной части не любит общаться как бы инакомислящей. Не всегда так, да. Это потому, что у нас еще живо наследие, когда все одинаково верили. В эпоху Средневековья, в Грузии, например, все одинаково верили в то, чему учила церковь. И церковь по-прежнему живет этой идеей, что все так и должны продолжать верить, как она говорит. Но этого уже не будет. Давайте будем реалистами. Все, общество уже не средневековое. Вот общество современное. И вот отличие от средневекового общества, и это очень большой плюс современного общества по сравнению со средневековым, средневековое общество никогда не ставило вопросов. Оно всегда принимало то, что ему говорили. Для церкви это было удобно, конечно. Но Христос нас учит. Он все время, помните, в Евангелии все время в диалоге с апостолами. Он задает им вопросы. А кем меня считают ученики? И сам отвечает на вопросы. Конечно, и сам отвечает, но не всегда. Он заставляет учеников отвечать на вопросы. То есть Христос все время находится в диалоге с учениками. Он не требует от них, безусловно, послушания и принятия того, что он говорит. Он предлагает ученикам поверить. И те принимают, либо отвергают. И вот в современном обществе мы имеем ту же самую ситуацию. Да, это общество уже секуляризированное. Оно не 100% христианское, как в Средневековье. Но оно открыто к общению, к диалогу. И мне кажется, что для церкви это золотая возможность вступить в этот диалог. Часто преподносится, что как раз-то секуляризм и секулярное общество, это когда в определенной части может быть это преувеличено. Но в принципе можно сказать, что она, так сказать, враждебна церковной общности. Иногда да, но иногда нет. И в принципе, вот такой вот подход к секуляризму, она, может быть, и мешает тому, чтобы вот этот диалог состоялся. Знаете, почему иногда секулярное общество враждебно по отношению к церкви? Не потому, что оно не любит церковь, а потому, что церковь не готова вступать с ним в диалог. И какой выход из этого, как бы так сказать? Научиться церкви вести диалог. Насколько это возможно? Да. Есть такая возможность? Да, вот попытки, я возвращаюсь к вашему тоже вопросу, где вы уже упомянули эти, упомянули Второй Ватиканский собор, который как раз и стал для католической церкви первой попыткой, очень успешной попыткой вступить в диалог с обществом. Дело в том, что Ватикан, католическая церковь, до Второго Ватиканского собора была очень закрытой. Она боролась с модернизацией общества. Официально была провозглашена анафема на модернизм, вот как на такое учение, которое отступает от норм католической церкви. То есть церковь находилась в состоянии, знаете, партизанской окопной войны. Она чувствовала себя, как замок в окружении, и все время оборонялась, отстреливалась. И только с Вторым Ватиканским собором церковь начала понимать, что не надо стрелять, там не враги на той стороне, с ними можно разговаривать и нужно разговаривать. И так начался диалог между католической церковью и современным обществом. И так возник Второй Ватиканский собор. И вот эта попытка вступить в диалог, не приспособиться к современному обществу, не стать таким, как современное общество, а начать разговаривать с ним получало название «джорноменто» – итальянское слово такое при… даже сложно, как это сказать. Может быть, осовременивание от слова «джорно» – «день». Но в православной церкви были похожие попытки. Например, Великий собор московский 17-18 года, он тоже после февральской революции, которая 17-го года, но еще перед Октябрьской революцией. Когда в России возникла республика, она жила очень короткий период времени. Грузинская республика в тот период прожила намного дольше, как и Украинская республика. Российская республика прожила несколько месяцев до большевистского переворота. И вот Российская республика в то время, она вдохновила церковь на свой собственный собор, который произошел, продолжался в 18-м году, даже после большевистского переворота, и который сделал очень много шагов в сторону вот этого самого «джорноменто». только православного. В этом смысле можем говорить, что «джорноменто» — это вообще православное изобретение. Мы первые это сделали в начале 20-го века, католики только 50 лет спустя это фактически повторили. А сейчас мы... Второй Ватиканский собор, в свою очередь, стал толчком к общеправославному обсуждению Всеправославного собора. Это началось в 61-м году на острове Родос, буквально за год до Второго Ватиканского собора. Тогда собрались иерархи со всех церквей, в том числе и с Грузинской церкви, кстати говоря, и решили, что нам нужно провести общеправославный форум для того, чтобы обсудить, как мы должны общаться вообще с современным миром. Мир так быстро изменяется, мы не успеваем за ним даже следить. И вот так начался процесс подготовки к Всеправославному собору. Он проходил, ну вот, 50 лет, больше 50 лет. И, наконец-то, этот собор состоялся в июне 2016 года на острове Крит и предпринял попытку уступить в диалог. К сожалению, не все церкви приняли участие. Грузинская церковь тоже не поехала на этот собор. Это зря, что называется. Потому что, фактически, церкви, которые не поехали на этот собор, отказались вообще от возможности обсуждения. Даже от возможности высказать свое несогласие с тем, что там происходило. Из-за того, что очень много тоже консервативных все-таки было таких иерархов на этом соборе, собору не удалось выразить свой посыл, месседж, так как это хотелось, планировалось на Родосе в 61 году. Но вот я хотел бы упомянуть сейчас один документ, который издал Вселенский Патриархат, называется «За жизнь мира». Насколько я знаю, он сейчас переводится на грузинский язык тоже. где выражено вот это видение предсоборного присутствия общеправославного процесса, который начался на Родосе в 61 году и который наполовину завершился на Крите в 2016 году. И вот этот документ, это социальная доктрина православной церкви. Надеюсь, что она будет доступна и на грузинском языке. Она, на мой взгляд, очень хорошо выражает современное православное понимание, как церковь может взаимодействовать с современным обществом. В принципе, мы как-то пришли, так сказать, к теме, к которому я бы хотел завершить наш с вами диалог. Это политизация церкви. И один момент, который мы попозднее, как бы так сказать, обсудим, то есть в следующем вопросе, может быть. Но если посмотреть на историю церкви, она политизация, в принципе, можно сказать, что начинается с 4 века. Раньше еще. Может быть, даже раньше. Но очень ярко появилась в 4 веке. Великого, в принципе, когда она становится, как бы, так сказать, частью государства и государственным явлением. И, в принципе, отходить от этого, то есть отречься, так сказать, от своей политической сущности, сущности, если можно так сказать, которая, в принципе, неестественна для церкви. Это очень, так сказать, тяжело. Очень тяжело, да. В принципе, очень тяжело. Но насколько современное общество и современное государство способствует тому, чтобы церковь, в принципе, в конечном итоге отказалась от своей... Вы знаете, на самом деле государство... Я это потому спрашиваю, что политические элиты, они тоже находят определенный бенефит от того, что церковь их поддерживает или не поддерживает, или что-то типа этого. То есть они с обеих сторон, как бы, так сказать, элиты церковные и политические, они друг друга кормят. Да, поддерживают. Это очень хороший вопрос. И с одной стороны, ведь политическая система современная, она очень способствует очищению церкви от политизации. Возьмите Конституции Грузии, Украины. Церковь отделена от государства. И слава Богу, и это хорошо. То есть проводится принцип отделения. Ни одна церковь не является государственной. Грузия не является теократией. Нет, ну, осталось всего там 2-3 страны в мире, которые являются формальными теократиями. Саудовская Аравия, не знаю, Иран. И те неправославные. И они неправославные, да. А так, во всех православных странах по Конституции церковь отделена от государства. И это, я считаю, большое благо для церкви. Кроме Греции. Даже Греция отделена. Да, там есть особые отношения с греческой церковью, но все равно есть принцип конституционной равноудаленности всех религиозных групп от государства. Есть специальные законы, которые прописывают особый статус греческой церкви, но они являются такими конституционными законами. Но Конституция не является. То есть везде у нас новая вот эта политическая система предполагает отделение церкви от государства и как результат этого деполитизацию церкви. Я считаю, что это очень хорошее явление. Это явление, которое возвращает нас до константиновские времена. Ведь христианство, в отличие от ислама, ислам, он рожден как политическая религия. То есть ислам возник, и он сразу же стал мощнейшим политическим движением, военным движением. Он начал быстро захватывать территории. Возник сразу же халифат, и все наследники Мухаммеда, халифы, они были и религиозными деятелями, и политическими. И светскими, да. Да. В христианстве такого не было. Христианство возникло как движение внутри Римской империи, антиимперское движение во многом. То есть оно не было политическим в том смысле, что они боролись против римских императоров. Христа очень много соблазняли. Давай возглавь восстание против императора римского. Он отказывался. Но христианство возникло как движение не политическое. Оно искало царство не от мира сего, не из этого мира, не из политической системы, а от мира, от Бога. И условия, в которых попала христианская церковь, это были условия гонений. Государство гнало церковь. Церковь вынуждена была выживать все время. Она не могла вступить, даже если бы хотела, в политический альянс с государством. И действительно, вы правы, что этот альянс наступил при Константине. Хотя попытки, так сказать, сближения между государством и церковью начались еще в III веке, еще до Константина. И во многом в ДНК церкви, если хотите, заложен вот этот нонконформизм. Несовместимость с государством. Несовместимость ни с одной из государственных систем. Но так получилось, что особенно наша восточно-христианская традиция, в нашей традиции, мы почти всю нашу историю жили в объятиях государства, вместе с государством, в симфонии, в симфонических отношениях с государством, в том числе Грузия. И в Грузии были, конечно, очень высокие такие моменты слияния фактически с государством, особенно в золотой период, XI-XIII век. Это просто пример симфонии, когда уже даже в Византии симфония разрушалась. Но в церкви, знаете, организм поражает вирус, а мы знаем хорошо, возникает антитела на этот вирус. Вот в церкви на вирус вот этой симфонии возникли антитела. Это монашество. Монашеское движение, которое возникло одновременно со слиянием церкви и государства, стало противовесом вот этому слиянию, стало возвращением вот этим первохристианским идеям, что церковь должна быть неполитичной, вне политики. Конечно, современное монашество во многом тоже превратилось в политическое движение. И тоже мы знаем, как монахи поддерживают политиков, и политики поддерживают монахов. Это во многом уже отход от изначального смысла монашества. Но я к тому, что в церкви всегда, хотя были симфонические отношения, но в церкви всегда были люди, были идеи, которые препятствовали политизации религии. Вот в Грузии похоронен один из величайших, ну, я думаю, что самый великий богослов и философ православия, Максим Исповедник, который был сначала чиновником при дворе императоров константинопольских. Потом оставил свою политическую карьеру, он очень высоко поднялся в этой карьере, потом оставил, ушел в монахи. И вот он стал последовательным проводником идеи, что да, церковь должна быть в хороших отношениях с государством, но государство не должно вмешиваться в церковь. Есть красная черта, линия, через которую государство не должно проходить. Вот он отстаивал эту идею, за что поплатился изгнанием в Лазику, так его сослали, и он здесь умер. И мне кажется, что он такой покровитель деполитизации православия, если хотите, в современном мире. Это, наверное, характерно то, что именно в Грузии он похоронен. Вот в принципе, если посмотреть на что вы сказали, есть определенный, так сказать, позитив в том, в каком мире мы живем. Но с другой стороны, оказывается, что секулярный мир политизировал даже ту часть церкви, которая была деполитизирована в царское время, если можно сказать, монашество. И я думаю, что инициатива здесь исходила из церкви в этой политизации. То есть когда происходил процесс секуляризации, а секуляризация в изначальном смысле – это отделение церкви от государства. То есть в самом изначальном – это когда государство забирает церковные земли себе. Вот потом в таком политическом, в смысле политической науки – это отделение церкви и государства. Вот когда произошел процесс секуляризации, это создало предпосылки для деполитизации религии церкви. Но в этих условиях секуляризации церковь часто сама просится, дайте нам политическую власть, дайте нам какое-то политическое влияние. Пытается обойти барьеры, которые отделяют государство от церковь. Политики очень многие этим пользуются, потому что понимают, что да, церковь – это электорат, это проценты на выборах. И это везде происходит. Это в Грузии происходит, это происходит в Румынии, это происходит в Украине, когда политики пытаются заигрывать с церковью. Но мне кажется, церковь должна воздерживаться от этих соблазнов политизации. А политизация не всегда удается. И наконец-то мы пришли к конкретному вопросу, это признание независимости украинской церкви от Константинополя. И в принципе, насколько вот этот вопрос, и как можно друга-друга отделить церковную часть и политическую часть этого вопроса? Вот здесь меня, например, могут сразу обвинить, что вот ты так защищаешь отделение церкви от государства. А я действительно приветствую то, что Константинопольская церковь отдала автокефалию православной церкви Украины. И, конечно, это произошло при содействии государства. Но я здесь рассматриваю не государственное вмешательство в этот процесс. Вообще считаю, что государство должно было отсутствовать в этом процессе. К сожалению, церкви сами не смогли решить проблему, которая в Украине существовала уже 30 лет. Это проблема раскола. У нас несколько миллионов верующих находилось вне церковного общения, в расколе. Они приезжали, например, в Грузию, и они не могли прийти в церковь и причаститься, потому что они считались раскольниками здесь в Грузии. Они приезжали на Афонскую гору и тоже не могли пойти в храм, причаститься, помолиться, потому что считались раскольниками. Мы говорим о миллионах людей. И вот церкви сами по себе, к сожалению, не смогли решить эту проблему. Мы пытались. Я сам был участником этих процессов. Но из-за политических наших соображений мы не смогли прийти к тому, как решить эту чисто церковную пастырскую проблему. Это пастырская проблема. Есть миллионы людей, которые вне церковного общения, их нужно вернуть в единство с церковью. А политические соображения играли большую роль для нас, чем церковные. И поэтому мы не могли решить эту проблему. И я очень благодарен Вселенскому патриархату, который нашел силы в себе вмешаться и решить эту церковную проблему. То есть мотивация Вселенского патриархата, хотя многие обвиняют Вселенский патриархат, вот он идет на поводу у американцев, у Госдепа, это все американцы придумали, это все ерунда, на мой взгляд. Потому что мотивация Вселенского патриархата была одна, чистая. Это решить вот эту церковную проблему Роскова. И эта проблема решена. Безусловно, всегда есть какие-то... Насколько она решена? То есть насколько это серьезно? Да, я считаю, что она решена. Потому что, например, православные украины, украинцы, независимо от того, они в московский патриархат ходят или в автокефальную церковь, они сейчас во всем православном мире, ну кроме России, может быть, могут идти свободно причащаться. То есть раньше они не могли этого делать, сейчас это могут, и Роскова в этом смысле нет. Разделенность между православными внутри Украины есть, но это разделенность политическая. Это специально нагнетают мнение такое, что вот эту самую логику мы и они пытаются применить православным украинцам. Вот смотрите, вы в московский патриархат ходите, вот те, кто не ходят, это уже они, это уже чужие, с ними уже невозможно общаться. Хотя богословских предпосылок для отсутствия общения больше не осталось. То есть мы видим, наблюдаем процесс искусственной политизации вновь этого процесса. Этот процесс инспирируется Москвой, которая пытается разделить украинское общество, вернуть часть украинского общества под влияние Москвы, то же самое, что вы испытываете здесь в Грузии. Вот, к счастью, вот церковь едина. Если бы у вас церковь была разделена сейчас, то та же самая практика разделения, поляризации внутри церкви, он бы действовал и здесь. То, что мы испытываем в Украине. Но эта поляризация не богословская, не религиозная, она чисто политическая. Вот, религиозная, так сказать, составляющая, она воссоединилась вот в Украине. Теперь то, что раньше было действительно расколом, сейчас является частью Вселенской Церкви, всеобщей церкви. Вот, и да, этому способствовала политическая деятельность того же самого Порошенко, например, да. Вот, но не он был решающим фактором в этом. Я бы даже сказал, что он по-своему использовал, пытался использовать этот фактор для того, чтобы переизбраться на второй срок, и у него это не получилось. Но это его политические как бы мотивы, хотя он и верующий человек, он был прихожарем московского патриархата, у него могут быть и религиозные мотивы, но у него прежде всего политические мотивы, это мы понимаем. Но для нас, церковных людей, в этом прежде всего, в исцелении раскола, в преодолении раскола в Украине, есть прежде всего религиозный фактор, религиозная мотивация, она намного более важна, чем политическая. Я бы хотел спросить, насколько вот эта политизация, вот этих отношений между московской патриархией и киевской патриархией, и вот эта вот поляризация общества, в принципе, так сказать, у этой поляризации, конечно, и другие составляющие. В том числе церковь пытаются использовать для этого, да. И насколько это накладывает дров, как бы так сказать, в огонь, в тот в огонь, который на сегодня существует между Россией и Украиной? Ну, пытаются раздувать этот огонь. И этот огонь, он бы затух уже сейчас, если из дней кто-то не стоял бы и все время не дул бы в него. Вот. А дует тот же самый человек, который оккупировал 20% Грузии и продолжает оккупировать Грузию. Это те же самые мотивы, методы другие, то есть используют все, что угодно. Используют церковь сейчас для того, чтобы поляризировать, разделять, вносить хаос в жизнь общества. Но самих внутренних предпосылок для этого хаоса, я думаю, что нет. Он исперился извне. Давайте, наконец, как бы так сказать, последний вопрос. Вернемся обратно, как бы, в современной церкви. И если посмотреть на современную церковь, мне кажется, по крайней мере, что она постепенно теряет приход. И вот, как бы так сказать, что этому способствует? И как можно на это реагировать? Или нужно на это реагировать? Или не надо? Потому что я помню Златоуста, который говорил, что лучше качество, чем количество. Да, да, да. И как с этим, как бы так сказать? Как Славак Златоуста понимать сегодня? Да. Ну, я думаю, напрямую можно понимать. И вы правильно заметили, что количество не так важно, как качество, на самом деле. Но это явление социологическое, его описывает социология религии. И у этого явления очень много сторон и очень много объяснений. Одно из объяснений, на мой взгляд, это то, что церковь, становясь инструментом государственной пропаганды, политической пропаганды, как это мы видим в России, наблюдаем доктрина русского мира, например, это чисто политический конструкт, идеология, новая идеология, в которую церковь очень плотно включена. И любая идеология, любая политизация означает секуляризацию. А вот церковь секуляризируется. Из священного института она превращается в светский институт. И иногда парадокс в чем? Что церковь, которая борется с секулярностью, с секулярным миром, оказывается более секулярной, чем этот секулярный мир. Потому что борьба с секулярным миром иногда приводит к тому, что церковь сама секуляризируется. Это к тому, что говорят, что мы иногда становимся тем, с чем мы боремся. И церковь секуляризируется, когда она становится проводником не евангельского слова, а идеологем, идеологией. Будь это идеология, я не знаю, Небесной Сербии, Русского мира, Великой Румынии, все эти идеологии, они сами по себе секулярны. Они, знаете, создают какой-то современным языком хайп, особенно среди неверующих людей. Но по большому счету, сначала ему интересно посмотреть, что церковь делает с идеологией, а потом думает, а, ну они такие же политики, как и все остальные, почему я должен ходить в эту церковь, если это такая же политическая организация, с такой же идеологической программой, как остальные политические партии. Поэтому я думаю, что для церкви очень важно не участвовать в идеологических проектах, а участвовать только критикуя их. Потому что любая идеология, даже самая человеконаправленная и так дальше, она светская, и церковь может поддерживать то, что соответствует ее учению, конечно, в каких-то моментах. Но, в принципе, участвовать в идеологических проектах, а тем более генерировать идеологии, церковь не должна. Иначе это будет приводить к оттоку людей. Отец Кирилл, спасибо вам за интервью. Спасибо вам. Спасибо за приглашение. За интересную беседу. И удачи вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.